Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты. Я Николай Силков. Смотрите сейчас. Работа над ошибками. Минобор проводит прием граждан по вопросам централизованного экзамена. Насколько все справедливо, насколько методика, которая использовалась и утверждена в Министерстве образования, соответствует тем сегодняшним предъявляемым требованиям. В чем причина недовольства? Обманчивое предложение. В Минске задержаны курьеры телефонных мошенников. Приятели прилетели на самолете в Беларусь и успели посетить два адреса, где забрали деньги в обман к пенсионерам. Какая сумма ущерба? За нежность и заботу. Горожанке вручили орден матери. Я очень рада, что у меня есть такие прекрасные пятеро девочек. Сколько любви способно вместить родительское сердце. А также доступные кредиты, фермерское хозяйство и уникальное блюдо. В Бобруйске стартовал Гастрофест. На контроле президента Александр Лукашенко раскритиковал систему подсчета баллов на централизованном экзамене. Глава государства заявил, она должна быть более понятной и обычной. Напомним, 29 мая выпускники школ узнают результаты по белорусскому и русскому языкам. В таком формате испытание проходило впервые и вызвало немало вопросов. От родителей будущих абитуриентов продолжают поступать жалобы. Поручение президента разобраться в возникших в организации ЦЭ проблемах. А также рассмотреть каждое заявление отдельно. Минобразование уже проводит прием граждан. Все жалобы будут рассмотрены всем родителям, всем старшеклассникам. Будет объяснено, разъяснено в каждую жалобу. Выникнем внимательно. Это с одной стороны. С другой стороны, посмотрим на организацию работы непосредственно Министерством образования. Насколько все справедливо, насколько методика, которая использовалась и утверждена, Министерство образования соответствует тем сегодняшним предъявляемым требованиям. В централизованном экзамене по белорусскому и русскому языкам приняли участие свыше 53 тысяч старшеклассников. Из них около 900 человек показали результат в 100 баллов. В целом ребята хорошо справились с испытанием «шестерки», «семерки» и «восьмерки» у 60%. Однако некоторые 11-ти классники утверждали, что не получили 400 баллов. Позже Рикс заявил, что эти цифры фейковые. Распространять в сети их начали сразу после опубликования официальных итогов первого ЦЭ. Они, как сообщается, будут пересмотрены. Легкие деньги – тяжелое последствие. В столице задержаны курьеры телефонных аферистов. Преступниками оказались двое россиян 23 и 26 лет. Мужчины забирали деньги у пенсионеров, которые поверили мошенникам. Установлено, что старший из задержанных нашел предложение о подработке в Беларуси в тематической группе мессенджера. Молодой человек согласился и предложил такой способ заработка своему другу. Приятели прилетели на самолете в Беларусь и успели посетить два адреса, где забрали деньги у обманок пенсионеров – более 14 тысяч долларов США. Фигуранты планировали продолжить свою преступную деятельность, однако были задержаны сыщиками. Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Правоохранители призывают быть бдительными и не поддаваться на уловки телефонных аферистов. При поступлении подозрительных звонков необходимо немедленно прекратить разговор и сообщить об этом в милицию. Ставка рефинансирования, объемы производства и изучение спецкурса. В белорусских вузах будут преподавать новую дисциплину, когда студенты приступят к занятиям. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В республике во второй раз за май снизилась ставка рефинансирования с 10% до 9,75%. Теперь кредиты на жилье станут доступнее. Уменьшение финансового показателя связано с замедлением инфляции в стране. Эксперты прогнозируют, в ближайшие месяцы величина будет ниже 5%. При этом в Нацбанке признают, годовые темпы роста рублевой денежной массы стабилизировались, но все еще остаются высокими. К 2025 в Беларуси планируют на 55% увеличить объемы производства продукции фермерских хозяйств. Сегодня их удельный вес в системе сельхозпроизводства страны около 3%. В республике действует госпрограмма поддержки агробизнеса. Для стартапов предоставляется особый режим. В течение трех лет со дня регистрации владельцы угодья освобождаются от уплаты всех видов налогов. В Беларуси заработала первая государственная интернет-аптека. Пока курьерская доставка действует только по Минску. Здесь онлайн можно приобрести безрецептурные препараты, косметику, средства гигиены, уходы за полостью рта, товары для детей, питание, медицинские изделия и технику. Исключение спиртосодержащие. Начальную военную подготовку будут преподавать в вузах Беларуси с нового учебного года. Студентам расскажут о нюансах армейской службы и вооруженных сил страны. Министерствами обороны и образования уже принят совместный документ. Выделены часы на изучение спецкурса. К слову, по состоянию на март 2023-го белорусские школы укомплектованы военными руками на 93%. Запреты на посещение лесов введены во всех областях. С помощью камер видеонаблюдения специалисты просматривают каждый метр массива. Мониторинг ситуации ведется в режиме онлайн круглосуточно. Спутниковые снимки регулярно обновляют информацию о состоянии лесного фонда. Контроль тепловых аномалий осуществляется каждый час. Право знать. Адвокаты дадут бесплатные консультации ко дню защиты детей. Акция пройдет 1 июня в первой половине дня во всех регионах страны. Специалисты ответят на вопросы, которые не требуют ознакомления с документами и не связаны с предпринимательской деятельностью. Консультирование будет проходить в порядке живой очереди, без предварительной записи. Не только 1 июня, но и в любой другой день в интересах несовершеннолетних вы можете подойти к нам и обратиться за консультацией. Такая консультация, как правило, для вас будет оказана бесплатно за счет средств коллегии Могилевской областной коллегии адвокатов. При обращении к нам, либо в принципе при обращении в государственные органы, берем с собой все необходимые документы. Удостоверение многодетной семьи. Если есть детки-инвалиды, пожалуйста, удостоверение о том, что в семье воспитывается ребенок-инвалид. Обратиться за консультацией можно по адресу Октябрьская, 149А, а также Интернациональная, 54, с 9 до 13 часов. За безграничное сердце и ежедневную заботу многодетной маме из Бобруйска вручили государственную награду. У Светланы Ратниковой пятеро дочерей, младший год и семь, старший тринадцать. В доме не смолкает детский смех. Благодаря господдержке семья построила большую трехкомнатную квартиру. Секрет домашнего уюта узнала Татьяна Горбач. Быть мамой пятерых дочерей – настоящее счастье и самая почетная миссия. Для своих детей Светлана Ратникова – лучший друг, надежная опора и просто близкий человек, который всегда пожалеет и будет беззаветно любить, несмотря ни на что. За подаренные жизни и безупречное воспитание женщина удостоена высокой государственной награды. Для меня моя семья – это гордость. Я, конечно, не мечтала о такой большой семье, но от этого, как говорится, не убежишь. Я очень рада, что у меня есть такие прекрасные пятеро девочек. Думаю, будет возможный мальчик, если это так получится. Надеемся на это. В уютном доме на Кирово не смолкает детский смех. Старшей Елизавете – 13. Она – мамина гордость и главная помощница. И за младшими присмотрит и посуду помоет. 11-летняя Арина растет смышленой и рассудительной. Учит сестренок читать. Хорошо учится, любит рисовать. По годке Полина и Ксения, как и положено в их возрасте, много шалят и резвятся. Еве всего год и семь. Настоящая папина дочка. Наша семья, она очень веселая, она очень красивая, она очень добрая и милая. Мне всегда не бывает скучно, мне всегда очень весело с сестричками. Мы всегда с ними гуляем, например, в школу, в садик. Накормить всех, навести порядок, выслушать каждого. Реальная жизнь многодетной мамы – совсем не картинка из журнала. Светлана Ратникова этого не скрывает. Признаются, в большой семье скучать некогда, но в этом и есть ее главное счастье. Плечо подставляет государство. Новая трехкомнатная квартира ждет будущих новоселов. Когда нужна помощь, я бегу к мамочке, потому что мама всегда поддержит, успокоит. Больше с ней мы любим готовить. Наше любимое блюдо – это, например, приготовить салатики на день рождения или какие-нибудь пирожки с ней делать. Путь к женскому счастью непростой. В 18 Светлана вышла замуж, родила двух дочерей. Спустя время развелась, не сошлись характерами. Позже женщина встретила будущего отца и еще троих девочек. С Вадимом у них счастливая и дружная семья. Признается, орден матери по праву может разделиться своим мужем. Работа по хозяйству на его крепких плечах. Они меня всегда встречают. Они только слышат, что я зашел, они уже все тут, как тут, все возле папы. Какой бы ни усталый был, я всегда с ними играю, всегда помогаю. Мои девочки для меня – это самая моя гордость, радость. Да и вообще все. Все, все, вот они все мои. Таких многодетных семей, как Ратниковы, в республике более 121 тысячи. Жилье, семейный капитал, гарантии в сфере образования, здравоохранения, пенсионного, трудового, налогового и жилищного законодательства. Список господдержки немалый. Помогают и тем, кто долгие годы мечтает о ребенке. На уровне государства закреплена возможность сделать ЭКО. Традиционные ценности у белорусов в почете. Не случайно мы входим в 25 стран мира, где созданы благоприятные условия для рождения и воспитания детей. Татьяна Горбач, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. От домашних колбасок до сочных бургеров в Бобруйске стартовал гастрономический фестиваль. В списке 10 заведений. Кафе Пушкина 202. Любимое место. Фанат. Мята-лаунж. Пицца Браво. История. Текава. Артишок. Патефон. Лакомка. И ресторан-турист. Все они разработали уникальные блюда от домашних колбасок до сладкой пиццы. Стоимость фиксированная 29 рублей 90 копеек. Так как и данный фестиваль, он проходит уже второй по очереди, можно сказать, что это определенная такая хорошая традиция. Данное мероприятие полюбили наши жители и гости города Бобруйска. Поэтому всех приглашаем посетить данный фестиваль. Тема гастрофеста – кино. Сеты разработаны по мотивам любимых фильмов. Кто-то выбирает советскую классику, кто-то – современные блокбастеры. Все заведения удивляют гостей оригинальной подачей. Плюс среди посетителей разыгрываются билеты в кинотеатр «Товарищ». Завершится фестиваль 12 июня. Сразу после нас сирена. Моя коллега Кристина Риан с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok